Вообще с космосом у нашей стороны давняя дружба. Беларусь знаменита тройкой космонавтов. Петр Климок, Владимир Коваленок и Олег Новицкий. Он и сейчас работает на орбите. А история нашего движения к звездам началась еще в прошлом веке. На околоземной орбите достижение беларусов это работа не только пилотов, но и инженеров, конструкторов, штурманов, изобретателей космических карт и авторов технологий в области военной, авиации и космонавтики. И вот аномалия. Более 30 имен, имеющих отношение к космосу, уроженцы Слудского региона. О такой космической урожайности Слудчины известно мало. Наталья Бородиловская попробовала вспомнить всех беларусов, чьи заслуги в космосе неоспоримы, и раскрыть секрет Слудской аномалии. Ну а мы, Иван Михайлов и Виктория Сенкевич, прощаемся с вами ровно на неделю. До свидания. Слудск, улица Семена Козберга. Случане ведают их аннораться своим земляком. Менавито ГЭТ инженер-конструктор зарабил всусветный прорыв, дякаючи ему, первый человек полетел в космос. На проконце 50-х знакомитый Сергей Королёв особисто запросил беларуса Козберга дать обе у конструкторское бюро. Дагато уже на всусветную, на космичную орбиту накировывали только беспилотные сподорожники. Сам Королёв их отправил три. И все дякаючи уластному выноходниству, двуступенчатому ракетонозбиту. Для того, чтобы накеровать человеку космичную простору, потребна была третья ступень. Я ее изробил Козберг. Строго сократно. До слов поехали Юрий Гагарин тогда додал. Козберг спрацовал. Але с меркованием безпеки фразу с хроники выразили. Особа Козберга была засокречена. Сам же белару сказали, скакал от счастья. Усего за девять месяцев ему удалось створить першую айчину, который не имел аналогов ваткосный ракетный руховик, который смог запустить человека во умовы без важкостей глубокого вакуума. Разом с Королёвым и Гагарином Козберг у большого тройку героев, отзначенных державой за первый полет человека в космос. 30 мая 2013 года, встречаясь с первым космонавтом Независимой Республики Беларусь, Олегом Викторовичем Новицким, я спросил его, Олег Викторович, а подскажите, пожалуйста, третья ступень ракета-носителя, чьи двигатели вас вывели? Он, не задумываясь, ответил, что вашего случайнина Семёна Ареевича Козберга. Выбор Королёвым Козберга был не выпадковым. Угады Великой Чинной беларуский конструктор прославился проектованием и запуском добытворчасти агрегата непосредного упрыску. Знаходка подняла лётные махчимости советских самолётов до узровнён нямецких мессершмиттов. Зрештами навито военная бяда вырастила будущих представников советской авиации и космонавтики. Война, она быстро здесь прошла и захватили на 27 июня уже всё, захватили, 41-го года, захватили эти места немцы и их самолёты здесь базировались. Сёння тут съеют хлеб. У 1932-м узлётная полоса разместилась на обшары помеж вёсками Новый Гудковый Рыжица, советское специализованное узлётное поле, огородженное колючим дротом, база машин снищальников, плацдарм для навучания майстерству лётчиков и ведовыща для мясовой дятвы. Малые сбегалися, ка паглядзеть на виражи у небе. Днём валились на спину и глядели, как, знаете, маленькие стрябки стояли, маленькие, они так высоко, и эти мёртвые пеют. Мне кажется, что у нас все дети за этим наблюдали. А кем хотели стать, всем хотелось лётчиками стать. Сярод малых, которые сбегались до аэродрома, были и хлопчики-герчики. 14-годовый Костя Герчик с 40-го улюбился в небо и в его покорителях. А когда увидел, как на гигантском четыре моторы приземлились легендарные пилоты Жанчины, Марина Раскина и Валентина Грызадубова вырушил там, за облаками, его лёс. Случанин, который открыл космическую эру запуском 4 октября 1957 года, впервые в мире искусственный спутник Земли, это начальник космодрома Байконур Константин Васильевич Герчик. Выпускник ленинградского артиллерийского в училище Константин Герчик воевал с первых днём, после военной академии назначения на Байконур. С 1958-го Случанин, керавник первого и найбуйнейшего космодрома. За генерал-полковником было разгортвание 5-го навыков от доследшего полигона, уведение устрой пусковых установок, первое конструкторское выпробование межконтинентальных и космических ракет. Прыклад Герчика подтримали его браты. Константин Васильевич Герчик написал книгу «Взгляд сквозь годы», в которой рассказывал про свою жизнь и жизнь в ракетных войсках. Середняя школа «Везки-40» сегодня носит имя своего славутого земляка. Тут и музей Константина Герчика. У витринах документы, листы и узнагороды у Константина Васильевича 15 орденов и 21 медаль. Школа была, там дальше она стояла, находила школа, старенькая школа, деревянная. На 12-го красавика на День космонавтики на стене школы «Везки-Весей» разместить мемориальную дошку вось па гетам эскизи. На ее имя ящедного славутого урадженца Случшины Константина Давидовского «Наш человек на месяцы». Штурман советского месяцахода один, керавау старта першого у свете планетахода с калязяной орбитой 10 листопада 1970 года. Штучный спадорожник поспехово здесню посадку на моры дожджоу у районе месяца. Романтык Давидовский так дистанционно провел маршрут машины, что тая колами выписала на грунте лишь бы восемь просвечения жанчинам до Международного жаноджего дня. Его 10 апреля исполняется 80 лет. Вот я решил к этой дате, конечно, благодаря Слудскому исполкому, благодаря отделу культуры, установить здесь памятную доску. Народился покаритель па верхний месяц и увез ци из будишча. Вось его батьковская хата показывает одноклассник Сябр Стяпаныч. Угуляючу войнушку и запускаючу самолетики на лузе, тему геон наватмарать, яку сусед отправить сподорожник на месяц. Первыми, кто вступил на хлебу сподорожника Земли, были американцы. Коли СССР лидировал у космичной гонцы, у месячной минавито США. 16 липеня 1969 года змы за Канаверл стартовал американский корабель «Аполлон-2». Экипаж строк астронавтов узначалю Нил Армстронг. На поверхне месяца люди находилися больше 21 годины, и усе дякуючи беларусу. Палево для ракеты «Сатурн-5», якая доставила американцам на месяц, был наш знакомитый земляк. Вось вам незвычайное противостояние систем. Беларусский уклад у астронавта куда-то еще и Барис Кит. Шостака красавика 1910 года у семьи беларусов у Санкт-Петербурга народился хлопчик. Про 8 годов семья переезжала на родину, малый закончил школу и гимназию на Багрудку. Потом в Вильнюю университет физмата «Багатая биография» Олега Луны Барис Кит сосветно вядомый навуковец-астронавт, дякуючи якому американцы высадилися на Луну. А так само Йон открыл формулу палева для американских космичных кораблев «Аполлон» и «Шатл». Йон живые сенья, киту 106 году. Навуковец зауседы лечился би беларусам, але по воле леса опынулся у США. С 50-х – навуковая дейность угольне космичных доследований распроцовывал программы межконтинентальных ракетных систем. Супрацовник Министерства поветрных сил США, эксперты-советник, основным по советской космонавтыце, суаутер книги «Гистория и сучасный стан советской аустронавтыки». А в той час над воротным боку планеты на его малой радземе у советской Беларуси с 1959-го по 1996-й годы заходный по Грозису протистоял один у Минской области «Сулутский» 306-й ракетный полк стратегичного призначения. Нас американцы уважали, чтобы не сказать боялись. Наш стратегический ракетный полк создавался на основе ракеты 8G-38. Эта ракета дальность 600 километров. Через полтора года она была заменена на новую ракету 8К-63, которая прикрывала западные рубежи Советского Союза на дальность 2000 километров. И мощность головной части полтора килотонны. Сегодня Таяхтуньёс службу у слуцких стратегических ракетных войсках «Ветераны». Их намаганьями до 900 годзя Слуцка на улице Гагарина усталяванный помник. Просвечения землякам, которые сделали прорыв у сосветной космонавтицы. Кроме прозвища Козберг Герчик Давидовский, в списке авиакосмичных досягнений имя астронома Виталия Цыраскова, который напроконце 19-го года открыл отлеглости от Земли до облаков и других планет. Ильи Копиевича. Астронома-створальника карты зорного неба, по которой в мараходство навучался Пётр I. Больше за три десятки случаев тым, тейншим чином, герои от вечной мары человечества летать и доследовать межпланетарные просторы. Мы живем у новой космичной эры. И нашими своими чинниками так само подтверждено, перемахча в ядерной войне не махчима. Космос повинный быть мирным. В головном эфире Наталья Бардиловская и Иван Мартынович. Продолжение следует...